Доброе утро, дорогие друзья! Шаблотоф Ходыштоф, Ханука Самеах, веселый, прекрасный Ханути, полный света. Я вчера рассказал, у меня была очень красивая идея про Хануку, что 8 свечей Ханути это как 80 кавлет в жизни человека. И когда человек живет 80 кавлет, дай бог, чтобы мы все были, написано, что человек живет 70 лет, в Таилим сказано, если сильный, то 80 лет. И получается, что с каждым десятилетием мы должны добавлять одну свечу в своей духовности. Свечи Ханути, это свет Ханути, эти свечи обозначают духовный свет. И получается, что чем ты старше находишься, у тебя сегодня, я нахожусь в пятом десятке, значит, я нахожусь, пятая свеча, не, не так, первая свеча, это первые 10 лет, значит, родился ребенок, зажгла свеча, вторая свеча, это от 10 до 20 лет, значит, до 20, третья свеча от 20 до 30 лет, значит, пятая свеча до 50 лет. Я сейчас в пятой свече нахожусь, да? И следующая после 50, шестая свеча, потом седьмая свеча, и ты с каждым десятилетием добавляешь, добавляешь в свою жизнь духовного света, потому что, действительно, уже чем ты старше, тем тебе легче. Но у большинства людей просто нет привычки заниматься своим духовным развитием, к сожалению. Их не научили. Потому что если бы человечество шло по такому правильному пути, то у детей бы с детства во всех школах обязательно было бы молитва, поблагодарить Всевышнего, попросить. Сейчас хотя бы изучали бы Тору, там, или если где-то христиане, пусть Библию изучают, мусульмане пусть Коран изучают. Но это же у человека должна быть, главная-то часть его жизни, это вот духовное состояние, душевное состояние. Состояние, в котором он находится внутри себя. И если у него внутри нету связи с Богом, то он не может быть счастливым, в принципе. То есть он ничем не насытится в жизни. Все остальное, оно просто распадается, такой как калейдоскоп непонятный. Хорошо, значит, все. Мы сегодня находимся, седьмой день Хануки, вечером начинается восьмой день. И вчера мы остановились на кульминационном моменте. Глава Микец закончилась в конце, называлась эта глава Микец в конце. Значит, начиналось она с того, что Йосеф, когда попросил у Виночерпия, чтобы он его вспомнил, он еще на два года остался в тюрьме. И через два года фараону снился сон. И фараон, значит, вызвал Йосефа. Йосеф ему расшифровал сон. И фараон сделал его премьер-министром Египта. И потом пришли братья. Он оставил Шимона, послал за Беньоминым. Они пришли с Беньоминым. И в конце прошлой главы по приказу Йосефа подкинули кубок, его главный кубок, по которому он гадал, подкинули Беньомину. И Беньомин, значит, получается, что когда нашли этот кубок, Йосеф говорит, ну что говорит, все, теперь он останется в рабстве, а вы идите. Значит, так он сказал. И вот начинается сейчас глава недельная «Вайгаш и лав Иуда». Так глава и называется. Вайгаш переводится. Вайгаш – это и подступил. Вайгаш, значит, подступил он к нему. Иуда, получается, он был как бы среди братьев тех. Он был четвертый брат по возрасту. Но он из них был как царь, да. Он был царь. И потом из колена Иуды пошли еврести и все цари. Машех пошел из колена Иуды. И получилось как два царя. Потому что Йосеф, он как царь. Он был царь. Интересно, что потом цари в десяти коленах. Вот был Израиль, потом разделился на два государства. Иуда. И там были цари из рода царя Давида, то есть, которые пошли от Иуды. И Израиль – десять колен. И цари над коленом Израиля были цари из колена Йосефа. И, значит, получается два царя. Два рода начальника царей. У знак Йосефа – это был бык. Это царь домашних животных. Значит, царь Иуда. Это его знак лев. Это царь детих животных. И вот эти два царя, они встретились. Илав Иуда. Такой представьте себе ситуацию. Иуда подходит, нам Уснатора говорит, что у него волосы, у него на груди встали дыбом и пробили прямо ему одежду. Представьте картину. Он такой прям цари из рода Давида, из колена Иуда. Они были рыжие такие, воины такие, да? И он к нему подступает, такой, «Вайгаш лав Иуда». И сказал, «Би Адуни». Он говорит, «Со мной». «Би» – это во мне, он говорит. «Со мной, господин мой, и доберна Авдеха. Доварба зне Адуни». Скажет сейчас, раб твой, слова в уши господина моего. «Ваалихара пеха». Он говорит, «И не гневайся на меня». «И не гневайся на меня». «Би Абдеха». «Кикамоха кипаро». «И не гневайся на меня». «И не гневайся на меня». «Нараба твоего», «Потому что ты кикамоха». «Потому что ты, значит, ты как паро». «Ты как паро». «Ты как фараон». «Уст на Тора» нам рассказывает в всю подоплеку. Знаете, как есть, когда лявделя, если можно так разделить, когда преступники разные, там они труд, у них терки такие есть, и вот они слово за слово, там каждое выражение, каждый нюанс, он имеет значение. Откуда это пошло? Как раз пошла и с Тора, потому что была традиция тысячи лет разбирать, что было в каждом слове, что он имел в виду, какая интонация, как понять вообще, ну, то есть, настолько, настолько вот разбирали вот этот вот подход Иуда, представьте, 3333 года назад была Дана Тора, и, а эта история была там четыре тысячи лет назад, и все четыре тысячи лет разбирается вот эта недельная глава, как он к нему подступил. Значит, и он к нему подступил, и ему говорит, то есть, давай разберемся, он ему говорит, что здесь происходит вообще. И он ему рассказывает всю историю с самого начала. Мы пришли купить хлеб. Господин спрашивал, есть у вас папа или брат? Мы ответили, есть у нас, есть у нас папа старый, есть у нас брат, который, последний ребенок, он родился, он, ну, как Елыцкуним, это ребенок старости родился, маленький. Старший брат его умер. И вот здесь нам Тора, интересно, нам Усна Тора говорит, он же обманул. Он же не знал, умер Иосиф или не умер. Он сказал, что старший брат умер. Почему он так сказал? Усна Тора говорит, он обманул. Ведь Иосифа-то продали. А почему он обманул? И остался, сейчас я скажу, отрывок дочитаю, и остался он один от мамы у папы. И папа его очень любит. То есть, почему он сказал, что старший брат Беньомина умер? Говорит нам Усна Тора. Он испугался уже. Он видит, с тем он имеет дело. Его уже несколько раз обманывали. То есть, сказали, оставьте Шимона, приведите Беньомина, я вас отпущу. И он видит, что здесь его просто разводят. И он думает, если я сейчас скажу, что Иосиф просто пропал, он скажет, приведите мне Иосифа. Теперь приведите мне Иосифа. Он говорит, он умер, нету его, все. То есть, он уже понимал, с кем он разговаривает. В псалмах, в псалмах Давида, царя Давида, написано, что с честными будь прямой, а с обманщиками ты знай, как их обойти. То есть, здесь тоже нужно понимать, с кем ты разговариваешь. И в какой момент включать вот эту прямоту, в какой нет. Кстати, когда мы сейчас прочтем отрывок сегодняшний, это будет тема для обсуждения, главная сегодня. Соотношение между полагаться на Всевышнего и действовать. Соотношение между быть честным, прямым и однослойным, или быть многослойным и выдумывать разные схемы. То есть, мы здесь очень, такое вот, последнее отрывки именно об этом. Соотношение между полагаться на Всевышнего, будь что будет, и выдумывать разные долгие, длинные схемы. В общем, Иуда говорит, он умер, его брат, и остался он, младший брат, остался у папы один, папа его любит. И сказал ты рабам твоим, то есть нам, спускайтесь, значит, спустите его в Египет, и я на него положу глаз. Это очень интересно, обратите внимание, Тора все время указывает, что Израиль по отношению к Египту находится выше, да, в духовном плане и в плане физическом, то есть Египет в низине, Израиль на горе. Значит, и сказал, сказали мы господину, не сможем мы его привезти, потому что папа не может его отпустить, если он умрет, так папа тоже умрет, потому что для него это будет большое горе. У него остался этот сын единственный, была у него жена любимая, Рахель, значит, у нее, от нее родилось два сына, первый сын пропал, Иосиф, ну, пропал, теперь остался один сын, если этот один сын тоже пропадет, то папа умрет от горя. И сказал, сказал ты нам, что если мы его не приведем, так тогда мы не сможем больше покупать хлеб, и мы все тоже умрем, и, значит, сказал нам папу, идите купите хлеб, мы сказали, что без, без Бенемина мы не пойдем, и, значит, папа сказал, все, берите его, берите его, значит, папа сказал дословно, Тора говорит, как сказал Яков, берите также этого, от моего лица, выкарауасон, значит, и если постигнет его беда, несчастья, выратамет севати браашула, и спустится моя седина в горе, в мадилу, так сказал Яков, выатаке боя лавдеха, и продолжает Иуда, он разговаривает с Иосифом, и теперь, когда мы пришли к, значит, к папе, а, и он говорит, теперь если мы перейдем к папе, а подростка нету с нами, а его душа связана с его душой, он говорит, мы не можем вернуться, все, мы не можем вернуться, значит, поэтому, дальше мы узнаем, что дальше было в разговоре, это было начало разговора, да, завтра мы узнаем в 10 утра, что там продолжение было, но по факту, они все вернулись, и они сказали, мы без Бенемина обратно не вернемся, все, это был покамест ответ Иуды, что на это ответил Иосиф, мы узнаем завтра, давайте посмотрим на всю эту историю шире, посмотрим шире на всю историю, значит, Иосиф попадает в совершенно жуткую ситуацию, его родные братья хотят убить вначале, кидают в яму, потом, значит, полную змей и скорпиона, потом, значит, они его вытаскивают из ямы, продают, то есть, и он оказывается в рабстве, оказывается он в рабстве, в рабстве он старается быть честным, порядочным человеком, его назначают начальником над домом, куда его купили, и жена хозяина дома, она его хочет изнасиловать, и когда он не соглашается, она говорит, что наоборот, он ее хотел изнасиловать, его бросают в тюрьму, он в тюрьме сидит 12, 10 лет, потом, через 10 лет, он уже становится в тюрьме, тоже он становится главным, и в тюрьме, значит, сидят два царест-дворца, и он им разгадывает их сны, точно, он говорит, через три дня тебя казнят, тебя фараон отпустит, и в конце он говорит, вот этому, которому он сказал, что его отпустят, говорит, вспомни, вспомни меня, ты вспомни меня, когда тебя отпустят, вытащи меня из тюрьмы, я сижу здесь без вина, у меня конкретно нет никакой вины, я не, я не, братья меня продали без вина, я не раб, я из семьи, такой очень уважаемой семьи, да, значит, я не раб вообще, меня просто, ну, украли, продали, ни за что, теперь, потом меня обвинили, ни за что бросили в тюрьму, значит, отпустите меня уже, говорит Юсеф, и этот выходит, царедворец этот, и два года про него не вспоминает, два года он после этого продолжает сидеть в тюрьме, вот как вы думаете, в этой ситуации, любой человек нормальный, что бы он сказал Всевышнему, он бы сказал бы Всевышнему, за что ты так надо мной издеваешься, что за дела, как это, что за жизнь такая, братья сволочи, в египтяне сволочи, все вокруг гады, и один яд артанян, но яд артанян несчастный, вообще просто, ну, вообще, что это за дела такие, теперь, что говорит Юсеф, Юсеф абсолютно говорит не так, он написано, что было имя Всевышнего, у него всегда на устах, он все время, что бы ни происходило, он говорил, слава Богу, слава Богу, Барухашем, с Божьей помощью, Бог лучше знает, то есть, он во всем видел руку Всевышнего, и он понимал, что Всевышний его готовит к чему-то хорошему, что здесь интересно, он же был пророк, и он знал, вот эти сны, которые ему снились, пророческие, да, что братья ему поклонятся, луна, звезды, и ему поклонятся, то есть, он все это знал, но он-то все это знал, но поками-то ничего не предвещало, теперь очень интересно, сейчас я вчера узнал, не помню, то ли это Илешама сказал, по-моему, сын мой Илешама сказал, очень один момент, который мне прям вообще очень дополнил картину, сейчас я с вами поделюсь, помните, было у фараона сны, что было семь толстых коров, потом выходят из Нила, семь худых коров, седают толстых коров, потом выходят семь жирных колосьев, семь сухих колосьев, и проглатывают сухие жирные колосья, все, и написано, никто не мог расшифровать сны, и тут пришел Юсеф, и говорит, пожалуйста, семь коров жирных, это семь лет сытых, семь коров худых, это семь лет голода, семь колосьев, это семь лет сытости, что это непонятно, это откройте любой сонник, любой ребенок, любой этот самый, любой астролог, он может это разгадать, почему, что здесь было такого удивительного, и почему все астрологи и мади фараона не могли это разгадать, и почему потом Юсефу пришлось, когда он уже видел, что они все возмущены, и все кричат, почти уже рты открыли, сказать, что нет, он им сказал, помните, это мое любимое место, он говорит, и теперь найдет фараон, человека умного, надежного, который сделает так, так и так, и он рассказал всю эту историю, вчера что я узнал, смотрите, какая получается интересная вещь, по факту-то, голод прекратился через два года, не было голода семь лет, когда пришел через два года, Яков с сыновьями, то есть, когда они пришли в Едипет, голод прекратился, опять пошло благословение, получается, что те астрологи, которые видели, видели какое-то будущее, они видели, что не будет такого, не будет семь лет сытости, а потом семь лет голода, будет семь лет сытости, и они видели, что будет два года голода, поэтому не сходилось у них с этим сном, то, что Юсеф расшифровал, поэтому они не могли понять, почему семь коров, и семь коров, семь колосев, и семь колосев, Они не могли понять, что это за сон у фараона, потому что, когда они смотрели по своим картам, министерство предсказаний, все видели, что будет всего лишь два года голода. Два года голода, не семь лет голода. Теперь, опять же, возникают вопросы про два года в тюрьме. Многие мудрецы говорят, что Йосеф из-за того, что он два раза попросил у виночерпия, чтобы он его вытащил, за это ему добавили два года. А есть другой мудрец, который говорит, что нет, говорит, наоборот, если бы он не попросил именно два раза и не остался бы на два года, то тогда его бы отпустили сразу, а вся бы эта история, она пошла бы по другой траектории. Теперь отвечаю на главный вопрос. Соотношение между полагаться на Всевышнего и усилиями. От чего зависит конечный результат? Вот это главный вопрос. То есть можно сказать, все с неба, все уже предсказано, все, что Всевышний делает, уже оно понятно, и что я буду напрягаться? Как должно быть, так и будет. Полностью полагаюсь на Всевышнего и, значит, просто я в этом мире наблюдатель, который выполняет волю Всевышнего. Можно идти по другой траектории. Нет, на Бога надейся, сам не плашай, я буду не плашать целыми днями, что-то работать, волноваться, переживать, работать, волноваться, переживать. Где здесь, где здесь вот, тут нельзя сказать золотая середина, где здесь истина, но как оно работает? Значит, мы видим, что по Юсефу, по Юсефу, мы видим вот из этой истории, что он, главные вещи магистральные, он видел, как будет. То есть он видел 7 лет сытости, 7 лет голода. И он же видел те моменты, когда ты можешь изменить. Есть известная такая молитва, что, Господи, дай мне силы бороться там, где я могу изменить. И дай мне смирение смириться там, где я не могу изменить. И дай мне разум отличить одно от другого. Здесь вот очень надо понять, где здесь, вот воля Всевышнего, 7 коров толстых, 7 коров худых. 7 лет будет сытости, 7 лет голода. Но когда Юсеф, он включил голову, и он сделал, сохранил еду 7 лет, и он эти, потом он эти 7 лет, ну в общем, он кормил Египет. А после этого пришел Яков, и опять пошли дожди, то можно было изменить ситуацию в лучшую сторону. По факту, очень сложно определить, вот практически, где надо упираться, а где надо отпустить. Это очень сложно. Поэтому мне очень когда-то запомнилось одного такого умного человека, высказывание, что он сказал так. Так, работай, я даже когда в одну из своих книг я ввел это высказывание. Работай так, как будто бы 100% результатов зависят от твоей работы, и молись так, как будто бы 100% результатов зависят только от твоей молитвы. И это идеальный вариант. То есть молиться, и в молитве ты просто понимаешь, что все от Всевышнего. Молиться надо обо всем, просить надо все. Даже если ты думаешь, что ты сам справишься, ты должен молиться об этом. Молиться на 100%, понимая, что все управляется Всевышним. При этом, когда ты вкладываешь усилия, понимать, что действует, а тоже Всевышний. Как есть в Мишле, царь Соломон говорил, Беколь Драхеха Деилу, на всех своих путях познавай его. Ву Яшер Архатеха. То есть ты сделал, Баруха Шем, сделал, слава Богу. Собираешься делать? В Беизрата Шем. Тут есть, я последняя сегодня скажу вещь, очень красивая. Когда-то я ее слышал от Рав Братбекера. Он говорит, вот религиозные люди иногда говорят о будущем, когда собираются что-то делать. Говорят, Беизрата Шем. Вот я сейчас, например, значит, хочу кофе давно уже попить. Говорю, Беизрата Шем, я сейчас попью кофе. То есть с Божьей помощью я попью кофе. Ну понятно, с Божьей помощью, не было бы Бога, я бы не попил кофе. А некоторые говорят, если захочет Бог, я попью кофе. Так он говорит, вот с кофе понятно, стоит чашка передо мной, тяжело было бы ее не попить. Но я все равно говорю, с Божьей помощью сейчас выпью кофе. Или если Бог захочет, так я выпью кофе. А если это, я сейчас думаю про вечер сегодняшний. У меня на вечер есть планы. И меня спрашивает жена, например, или дочка. Ну что это, как, что ты вечером будешь делать? Я говорю, Беизрата Шем, с Божьей помощью я буду делать это, это и это. А иногда религиозный человек, он говорит, ну если Бог захочет, так я сделаю это, это и это. Так когда говорить Беизрата Шем, с Божьей помощью, а когда говорить ИМРЦ Шем, если Бог захочет. Так говорил Раф Братбетер такую вещь. Он говорит, если мое дело, оно несет пользу какую-то Всевышнему, да, то есть если я когда задумывал это дело, я подумал, какая польза, какая в этом деле есть заповедь, какая в этом деле есть польза для Всевышнего. То есть если есть польза для Всевышнего, тогда я говорю, Беизрата Шем, с Божьей помощью, потому что Всевышний уже в том, что есть польза для него. Он должен мне помогать, особенно если я выполняю какие-то заповеди. Он уже сказал, делай это, я тебе помогу. А если я говорю о каком-то вещи, я пойду вечером в кино. Всевышний мне не сказал ходить в кино. Тогда я говорю, ИМРЦ Шем, если Бог захочет. Я тут не уверен, что Бог хочет, чтобы я шел в кино. Это как бы у меня такое желание есть, но вот я не уверен, что Бог реально хочет, чтобы я пошел в кино. А если я, например, хочу пойти там проведать бабушку, да, или дедушку, или родителей, тогда я говорю, Беизрата Шем пойду вечером проведаю. То есть тут я уверен, что Бог этого хочет. Значит, я говорю, с Божьей помощью пойду. Я понимаю, что без его помощи я тоже не пойду. Но вот разница вот такая. Так объяснял Рав Братбетер. Все, значит, подведем итог. Йосеф, он, с одной стороны, он видел будущее и мог не напрягаться. С другой стороны, он понимал, что будущее можно изменить своими поступками, молитвами. И он напрягался очень сильно для того, чтобы изменить будущее в лучшую сторону. Это для нас всех урок. В лучшую сторону ты можешь всегда изменить будущее. Но должен понимать, что все равно Всевышний уже все запланировал идеально. Значит, Дамир, партнер, молодец, спасибо. Урок будет. Вот настойчивость, это самая такая важная вещь. Будет урок без Ратышем под сдатье. Будет урок без Ратышем с Божьей помощью. Значит, вот Дамир задал вопрос про 10 колен. Можно погуглить, куда пропали 10 колен, до сих пор их ищут. И говорят, что перед приходом Ашех они найдутся. Найдутся, значит, эти 10 колен. Куда они ушли? Есть говорят, что одно из колен это пуштуны. И я даже разговаривал с пуштунами, у них тоже есть такое предание, что они с коленами наши. Пуштуны это 16 миллионов вот этот вот талибы. Да, талибы. Значит, есть разные предположения, куда потерялись эти 10 колен. Потому что царь Санхериф, который был как Сталин, он переселял народы, чтобы против него не восставали. Эти 10 колен куда-то переселили. И они с тех пор, где они, не знаем. Все, Ханука Самеах, всего хорошего, счастливо.